градус все тает как вы видите но на самом деле обещают что буквально завтра начнутся опять холода после этого температура в течение недели полутора будет держаться в вилке минус примерно 6 минус 3 градуса довольно таки комфортно и опять же снежок 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 на поездке дня практический вопрос связанные с эмиграции через учебу я бы даже сказал так меня спрашивают каковы шансы после окончания учебы в колледже джон абботт на то чтобы найти работу потом получить гражданство и другой вопрос что правда ли то что рынок недвижимости в монреале с лишний момент не переоценен как например в торонто и ванкурии и ближайшее время ожидают рост недвижимости в монреале значит начнем сначала до колледжа джон абботт считать очень хорошим колледжем очень приличным с хорошей подготовкой и если мы говорим про поиск работы на территории квебека то несомненно этот колледж хорошо узнаваем и проблем с поиском работы никаких быть не должно то есть человек будет заниматься исключительно как местный к нему будут также относиться в принципе 10 по-любому ты местный не местный тебе нормально относится если ты показываешь что адекватный человек и у тебя хорошего граждане но если говорить по про джон абботт то еще раз говорю что очень хороший колледж проблем быть не должно что касается гражданства и миграции после учебы то опять же друзья мои помните о том что если вы планируете себя связывать узами так сказать любви брака с провинцией квебек то вы должны будете знать французский язык французский язык как я уже говорил да это необходимое требование для всех тех кто идет по программе квебекского опыта там есть два направления это те кто имеет опыт работы в квебеке и те кто имеет опыт учебы в квебеке соответственно человек который закончил джон абботт то скорее всего он пойдет и пойдем потом еще учился и потом еще работал он пойдет по этому направлению так вот в этой программе условия в отличие там скажем от траваер калифье то есть квебек скилл вогер тот человек который является консервисным специалистом это та программа который сейчас закрывать напоминаю да очень не и закрывает закрывает 18 тысяч заявлений которые сейчас лежат на столе у эмиграционных офицеров провинции квебек так вот программа квебекского опыта опыта она не подвергается никаким изменениям сокращениям там и так далее но ты должен знать французский язык а колледж джон абботт это англоязычный колледж поэтому скорее всего с высокой долей вероятности человек который там отучится он как стерильный вошел с французским языком так стерильный с французским языком и выйдет то есть у него никакого французского не будет будет хороший английский язык поэтому вот имейте это в виду если конечно вы хотите хранить верность квебеку а не уехать из квебека в какую-нибудь другую провинцию но опять же скорее всего речь идет о том чтобы остаться в квебеке потому что второй вопрос связан с недвижимостью в монреале по поводу оценен не переоценен недооценен рынок недвижимости в монреале могу сказать что из всех крупных городов у нас в стране только три крупных города по-настоящему да это монреаль ванкове и торонто монреале является самым реалистичным в плане того что у нас до сих пор еще любой человек который работает в магазине в простом да там например я не знаю менеджер магазина сюда или там кому-то старший кассир то человек который зарабатывает но там в пределах 300-300 тысяч долларов в месяц чистыми он может позволить себе купить здесь недвижимость в отличие от торонто или ванкувера человек у которого есть три с половиной тысячи долларов или три тысячи долларов он себе ничего такое купить не может да он может только мечтать облизываться и снимать какую-нибудь пошарпанную квартиру за две тысячи долларов в месяц там или за около две тысячи долларов или даже больше 20 тысяч долларов в месяц остальные остальные деньги проедая покупая там продукты питания в монреале ты можешь это сделать у нас еще есть такие цены да это там не самые близкие районы но при этом их можно еще найти и динамика правда я вам говорил пару видео назад динамика такова что за прошлый год цены на недвижимость монреале выросли на 5 процентов я разговаривал с риэлторами они говорят что на самом деле из-за того что дико подскочили цены в ванкувере и торонто и там были уже защищены правила по поводу того как облагается налогом недвижимость для тех кто не является жителями канады какой down payment то есть первоначальный платеж должен сделать покупатель все это сделала довольно таки сложной или более сложной покупкой недвижимостью этих самых китайских инвесторов в торонто и ванкувере поэтому они перебираются в монреаль опять же слышала страшную историю типа того что приходит просто какой-нибудь дом который нравится и просто сверху году там 50 100 тысяч больше чем человек запрашивает выше asking price да есть такое понятие asking price это то что ты видишь в объявлении когда читаешь объявление по продаже дома вот и да 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 цены растут ожидается бум по крайней мере не то чтобы бум 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 да но ожидается что цены потихонечку будет карабкаться и опять же имейте ввиду да что принципе как и в любом крупном городе в мандреале есть нейборгут кортье районы города вот районы города которые выше по цене ниже по цене зависит от того какая публика в нем проживает если публика проживает там обеспеченная доктора лойеры адвокаты то бишь там не знаю предпринимателя как его средней руки то там жилье будет довольно дорогое если мы говорим про районы где живут студенты где живут простые трудящиеся где живут люди которые на вэлфере сидят то там естественно жилье будет гораздо ниже и опять же там соответственно в одном районе школа будет хорошего другого брони школа будет плохая если у вас дети то вы должны принять его внимание а но опять же да это лирикой в сторону мы уходим самая главная идея что на сегодняшний момент в манреале действительно доступное жилье любой работающий человек на нормальный полный день может себе позволить по крайней мере квартиру по крайней мере квартиру и самую страшную не самый убитый не в самом плохом районе вот и действительно в манреале сегодняшний момент наверное всех крупных городов канады является тем городом где недвижимость это является инвестиция ты можешь уверен что по крайней мере вот если ты купишь прямо сейчас процентов на 20-30 перспективе я думаю лет 5-10 недвижимость цене вырастет для рука недвижимости я считаю что это нормальный очень рост это хороший инвестиционный инструмент в общем такие мысли надеюсь что на все просто ответил все разъяснил и дал пищу для мозга за всем откланиваюсь всем отличных выходных не скучайте веселитесь отдыхайте счастливо и и и и и